Мы продолжаем мониторить цены на потребительские товары. В прошлый раз наша проверка была в мае, сейчас июнь. С 1 июня закончился меморандум о неповышении цен на сахар. Поэтому мы вернулись на рынки и в супермаркеты, чтобы проверить, изменилась ли стоимость потребительской корзины. Сколько у вас стоит картошка, килограмм? Килограмм молодой картошки стоит 85, есть еще, которая прошлогодняя, по 50 рублей. Сколько у вас стоит масло подсолнечное? Литр стоит 140 рублей. Сколько у вас стоит литр молока? 66 рублей. А сливочное масло? 153,200 грамм. Сколько у вас стоит десяток яиц С1? 66. Как-то повысилась цена с июня? Нет, повысилась намного. Скажите, сколько у вас стоит килограмм сахара? 56 рублей. Скажите, а повысилась цена с 1 июня на сахар у вас? Нет, у меня нет, так и была. По сравнению с прошлым месяцем цена на сахар все же оказалась больше, на 3 рубля. А вот на муку цены порадовали, ее стоимость упала на 19 рублей. В целом, динамика по ценам положительная. Большинство товаров первой необходимости упали в стоимости. Увеличилась лишь цена на сливочное масло. У картофеля теперь две позиции – молодой и прошлогодний. Разница в цене – 20 рублей. Какой брать – выбирать покупателям. Итак, наша проверка показала, что стоимость потребительской корзины на рынке составит 589 рублей. Что на 38 рублей меньше, чем в прошлом месяце. Теперь отправимся в супермаркет и проверим, понизились ли цены там. Цены на яйца и хлеб в супермаркете примерно такие же, как на рынке. А вот молоко, мука и картофель дороже. Каждая позиция чуть выше, чем на 10 рублей. Больше всего порадовали цены на сахар. Цена на сахар увеличилась, но незначительно. Всего на 4 рубля. Такой пакетик сахара килограммовый будет стоить 46 рублей. Это на 10 рублей ниже, чем на рынке. Стоимость потребительской корзины в супермаркете получается 576 рублей. Это на 18 рублей меньше, чем в мае. В итоге получаем. Цены снизились и на рынке, и в супермаркете, но незначительно. Мы будем продолжать следить за стоимостью продуктов в городе. Ведь не зря Севастополь уже три раза возглавлял рейтинги Росстата как регион с самым значительным ростом уровня цен. Валерия Окунева, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.